да да чё случилось виктор и говорят у тебя родственники в израиле да а чё ну а ты чё здесь поехал бы туда да не виктор и что чё там же обрезание надо делать но обрезание что ну и обрезался и все виктор и так-то знаешь у меня каждый миллиметр на счету так радиатор радиатор понятно сейчас мы его открутим он поменяет вы чё делаете у чё беременность она меня доконает здравствуйте здравствуйте да немножко вы опоздали часов вечера все нет мастеров все все разошлись до свидания я просто домой возвращалась чтобы посмотреть я утюг выключила или нет чё боялись всех соседей там сожжете спалите да нет блин боялась что все погладится чё ну и что тебе непонятно то василич я не понимаю тебя честно ты можешь мне просто взять и на пальцах объяснить ну сам попросил на сам люди приходят домой лишь поспать а уходят потому что надо оплатить жилье а спят они для того чтобы работать а работают они для того чтобы оплатить место для сна замечательно василий да скажи что такое утечка мозгов утечка мозгов ну в твоем случае антошенька это насморок работой давай запчасти ищи я не понял антошенька а чё ты себя колумбом возомнила смысле василий берега попутал что ты возмущаешься ты не скажем и не возмущая потому что ты как работник я считаю получаешь антошенька нормально василий получаешь ты а я руками зарабатываю понятно макс скажи мне пожалуйста что ты не женишься не скромный такой вопрос суши я хочу жениться на умный богатый самодостаточный красивый девушки ну тогда тебе придется жениться макс четыре раза здравствуйте простите я опоздала немного здравствуйте там просто я в пробке ехала простите и что ну как что пробка вы опоздали на два часа девушка мне уже мастер делают другую машину я долго стояла на такая длинная пробка была да я не знаю я первая ехала а я люблю знаете ли просматривать видео со свадьбы да только задом наперед там я снимаю кольцо с пальца у жены сажусь в машину и уезжаю стоять стойте стойте я не понял а чего вы на выезде свет не включаете я откуда знаю где у вас на выезде свет включается ближний свет значит какие-то значит мартышки пару миллионов лет назад решили взять в руки палку-копалку да а мне теперь значит учись и ходи на работу нормально короче значит работаю я грузчиком короче было время саня а чё это у тебя на ногах прелые трупы на улицах не валяются последняя коллекция не вас adidas нифига себе нифига себе таких тапках любая баба даст ну и у кого что болит значит смотрите ребят я сейчас проверю ваши чувства юмора и расскажу вам анекдот значит сегодняшнего дня зарплату значит урезаю на 50 процентов выходных у вас не будет рабочий день 10 часов и этот отпуск раз в пять лет отлично про вас а теперь короче мужики слушайте анекдот игорь вот скажи почему все мужчины так любят смотреть передачи про животных по телевизору да потому что маша это же интересно вот допустим я видел такую программу когда тигр догнал газель представляешь и съел ее газель газель до газель и съел ее офигеть а сколько было пассажиров газели он их тоже всех съел не ну вот как так как лето проходит быстро выходные проходят быстро ночь проходит быстро и тут только супер работа длится как собачья песня у вас тут кажется что-то выпало девушка бмв между прочим не ломаются что вы знали а как же она просто сама по себе отбрасывать ненужные детали ей не нужны ребят еще одну отбросила всем доброе утро друзья доброе утро всем привет привет доброе утро друзья доброе утро так что у нас холодильнике я не понял это что такое я выбил вспоминай дорогие женщины вставая на весы помните что люди с золотым сердцем железными нервами и стальным характером легкими не бывают да да ну что что но в прошлый раз вы приезжали к нам я вам сказал вам надо менять все патрубки они текут а сейчас еще и рулевую рейку убили ну как же так ну так я думала сама заживет чего ну патрубки они же резиновые как кожи может затянутся так значит черные есть белые есть пацаны а розовые колеса для блондинок привезли чуть дальше да хорошо разгружайте пацаны спасибо все отлично антоша что опять я к сожалению не могу поднять тебе зарплату он тоже если ты не можешь поднять зарплату вы можете хотя бы чаще платить смысле в прямом смысле чаще платили зарплату и все будет нормально хорошая машина а чё вышли на не поменять они лысые у вас совсем а можете мне заодно сделать бензобак поменьше можем можете а просто раньше я заправляла полный бак на 2 тысячи рублей вот на 3 что-то растет походу мне такой большой не надо дорого получается ну чё вы выбрали на каком мотоцикле поедете на дукате ладно шлем только наденьте пожалуйста а затем шлем а чтоб не дай бог ваши мозги там не 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 расплескались по асфальту и вы никого не забрызгали хотя какие у вас там мозги забираем доброе утро ой наконец-то вы пришли здравствуйте у меня сломался что сломалось мой сломался машина такая вот смотрите хуель девушка вообще-то это mitsubishi outlander xl они хуель но мы же в россии значит хуель кстати простите девушка вы переобули маша автомобиль свой нас лета на зиму нет я завтра планировала не откладывайте пожалуйста на завтра то что можно сделать сегодня почему да потому что завтра это могут запретить да все закрыто нерабочая неделю улочного да правильно да все же на монтаже закрываются да русланчик на секунду хотел отпроситься у вас домой плохо стало температуру поднялась можно я пойду мы серьезно да просто лучше ладно антоха здесь за тебя тогда закончится одевайся уходи ты хорошо да спасибо рост а температура то какая 368 ты чё александр еще раз здравствуйте это игорь вас беспокоит вы только что делали у нас шиномонтаж резину меняли пожалуйста очень аккуратно припаркуйтесь возле обочины и затяните гайки мы забыли вам их затянуть ну если вы еще живы судя потому что вы мне не отвечаете поменяйте мне резину пожалуйста да поменяю секретка есть есть салоне лежит датчики давления в шинах стоят стоят и не только датчики давления стоят в смысле пойдемте вам покажу еще колпачки стоят а какие и вот и тут стоит пинк эксклюзме мэн кудюхэлп мэй Как ты идешь в Лас-Вегас? Что? Лас-Вегас, как далеко от здесь? Как ты идешь? А, Лас-Вегас? Да, Лас-Вегас. Значит, Гоу, потом лифт. Лефт? Лефт, да. И там будет, значит, третья психиатрическая. Третья психиатрическая. Да, ес, ес. Окей, understand, thank you. Да, гоу, 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 гоу. Все, Антон, давай пока. Все, спасибо. Ольке привет передавай. Мужики, секунду, я хотел загнакомиться, проставиться, надо собраться, попить чуть-чуть, выпить пиво, может быть там. В смысле, ты просто на работу вовремя приходи и выпьем. Да? У нас все просто. Я понял. Да, я понял. Не заводится машина вот, да? Да, я уже все возможное сделала, все равно не заводится. Не знаю, что. А что все возможное вы делали? Ну как, я открыла капот, встала вот в такую вот позу, и 40 минут так стояла, она все равно не завелась. А зачем вы стояли 40 минут в такой позе? Ну я видела, как один мужик так делал, у него машина завелась. Игорь Васильевич, у нас ведь неделя нерабочая? Нерабочая. Вот, значит, с завтрашнего дня я на удаленке. Чего ты? На удаленке. Маш, подожди. А как ты себе это представляешь? Вообще-то ты у нас уборщица, если что. Ты что там, шваброй через монитор будешь это самое мыть, тряпочкой там все протирать, а, Маш? Да нет, я просто вам позвоню и расскажу, что делать. А вот оно что. Ну а как? Понятно. Ну что скажете? Все нормально? Да нет, не все нормально. Я вижу течь, поэтому вам, скорее всего, надо поменять прокладку. А откуда вы знаете, что у меня месячные? В машине надо поменять прокладку. В машине месячные? Вот это масло хорошее? Нет, это антифриз. А вот то? Не замерзайка. Странно у вас какой-то магазин. Так, вот антифриз 5 литров. В смысле антифриз? Это же не замерзайка, какой это антифриз? И что? В смысле что? Ну, антифриз синий. Синий. Не замерзает? Не замерзает. Ну так и не замерзайка синяя и не замерзает. В чем проблема? Заливайте. Девушка, девушка, пожалуйста, не стойте над душой. Присаживайтесь, потому что ни в одной ноге правды нет. В ногах правды нет. Но есть между ними золотая середина, которая позволила мне купить эту машину. Короче, Виктор, смотри, берешь вот ту хрень на столе, подходишь сюда, и вот эту херовину, ею просто стучишь, и она расхерачивается. Послушайте, у вас такой скудный словарный запас, вам надо чаще ходить по театрам. Угу. По большому и по малому, да? В смысле вы не знаете, куда не замерзайку надо заливать? Да я уже везде залила, у меня эта лампочка долбанная горит. Вот у вас, смотрите, видите, вот специальная штука у вас, вот, вот сюда надо заливать не замерзайку. Сюда надо было? Да, сюда надо. Блин, а я уже везде залила, и сюда, и вот туда, и вот в эту, и все равно лампочка не гаснет. А сюда что не залили? Так у меня не хватило канистры, я вот еще одну купила, решила вас позвать. Что? Вы не зальете? Ничего, не-не-не-не-не-не-не. Стоять! Что стоять? Викторович, ты что делаешь, я не понял? Бентли делаешь. Я вижу, что ты Бентли делаешь. Ты что, с ума сошел? Ты кроме Жигули в жизни больше ничего не делал. Какой Бентли, Викторович? Бентли что такое? Это Фольксваген. А Фольксваген что? Это народный автомобиль. А у нас народный автомобиль. Это Жигули. Вот тебе, я и делаю. Жигули. Девушка, может вам после того еще машину помыть? Это бесплатно. Совершенно бесплатно. Ой, ну да. Да, Макс, давай, ты ей еще страховку на машину оплати, кредит ее оплати, квартплату. Что там у вас еще надо оплатить? Ой, у меня еще три штрафа. Штрафы ей оплати, давай, конечно-то, Макс. Так, ну как тут дела? Все хорошо, мы укладываемся в сроки. Ага, отлично. Есть, правда, есть один нюанс. Какой? Дело в том, что с сегодняшнего дня запчасти на ваш автомобиль чуть-чуть подорожали. Да вы что? Да. А я сняла ту сумму, о которой мы с вами говорили. А давайте, знаете что? Что? Поставьте мне вчерашнее. Я, в принципе, не привередлива. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас можно купить новые шины? Можно. Давайте. У меня две штуки. А какие вам нужны? Автомобильные. Ну, автомобильные, понятно, какие именно автомобильные. Зимние. Понятно, что не летние, зима на улице. Какие? Ну, передние две штуки. Передних нет, есть только задние. А задние наперед можно поставить? Нельзя. Нельзя. Блин, ну, ладно. Спасибо. Иду. Иду. Что, Виктор, что случилось? Да ничего не случилось. Вот разговариваем с Витькой. Про познание. Все у нас. Вся жизнь в познании. Я с тобой согласен. Век живи, век учись. Да. Идет вон одна, другая девочка. Кто познал второй, третий? А ты старый, а? Да. Ай. Блин, кто тут поставил это ведро с болтами, а? Мужчина, вы в своем умеете? Это моя машина вообще-то. А я не про вашу машину. Кто поставил ведро с болтами? Ага. Итак, рассказывайте, что у вас случилось? Да ничего страшного не случилось. У меня просто писюлька замерзла и не брызжет. Что замерзла? Писюлька, которая на стекло брызжет, замерзла. Это называется форсунка. Форсунка? Форсунка, да, форсунка. У вас все хорошо? Почему вы такая унылая? У меня послеродовая депрессия. А, вы послеродов? Нет, я родилась. И с тех пор у меня депрессия. Вячеслав Викторович, ну честное слово, блин. Вы уже два часа здесь возитесь, Вячеслав Викторович. Меня такая работа не устраивает, честно. Ну, знаешь что? Что? Какие проблемы? Увольняйся. Что? Да. Ну, что ты? Что, что? Ты мне скажи, что, Василий? Премия в этом году будет, нет? Будет, Антошенька. Нобелевская премия будет. Будет. Ну, так что, вы мне почините машину? Девушка, я вам говорю, мы не занимаемся жигулями, девушка. Мы занимаемся только иномарками. Вы вообще нормальные? Какой это жигуль? Мне парень эту машину подарил. Это BMW пятерка в М-пакете. Вот, смотрите. Полосочки. А, ну, если парень, то да. Вот скажите мне, как мастер, вот если у меня нет дверей, ремней безопасности, домкрата, аптечки и работает только одна фара, но я в шлеме, мне можно ездить на машине на двух колесах? Вот так. Нет, нельзя. А что за дискриминация? Почему на машине нельзя, а на мотоцикле можно? Антоша, вызови мне скорую, пожалуйста. Здравствуйте. А помогите мне, пожалуйста. Что такое? Ко мне паук заполз в машину, я вот его банкой накрыла, можете его убрать? Паук? Да, он там накрыт банкой, вот. Уберите, пожалуйста, я очень боюсь. Антоха, у нас есть от пауков ключ. Закончилось? Закончилось у нас нету. Блин, ну куда же мне с этим ехать-то? Вот там чуть сервис подальше есть, поезжайте к ним, они вам паукаут. Нет! Пять тысяч. Ну хорошо, но хотя бы за пять тысяч уберите. Антоха. Что там? Ну, подарки. Показывай. Вот. Вот. Пошло. Ааа, я видел у Сани такую штуку. Да, да, да. Но она какая-то слабенькая у тебя, нет? Эта слабенькая? Ну, сунь, пальцы-то. Смотри, отодвинь, отодвинь в сторону. Ни хера себе! Вот это классная штука у тебя. Палец больше сунь? Нет. Так он не железный, ему ничего не нужно. Ух ты, какая у вас крутая штука. Да, прикольная. Только мы ей не пользуемся, у нас подъемники есть. Подъемники есть? Ну да. А это под машиной лежать, да? Да. А зачем же вы ее купили? Знаете, вот есть такое приятное ощущение, когда вот ты купил, нахрен тебе что-то не нужно, но на душе такое теплое чувство, что оно у тебя есть. Знаю, я так замуж вышла. Здравствуйте. Здравствуйте. Псенон есть? Есть. Какая машина? Черри амулет. Пять тысяч рублей. А что так дешево? Небось, говно китайское какое-то, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, но, бухгалтер, ищите? Мы и старого бухгалтера ищем. Поймаем, блин, кастрируем, гада. Ну что, вечер, мы с тобой в индейце будем сегодня играть? Договаривались, будем. Ну так а что ты стоишь? Дуй давай за огненной водой. Бегом! Чингачку большой смей. Так, ну что, с памятью сиденье или без памяти? С памятью у вас сиденье. Вот смотрите, вот здесь у вас три кнопки. Раз, два, три. Нажимаете и выставляете память. И, соответственно, сидушка двигается под вас. Либо там куда вновь, вперед, назад. Если вдруг ваш муж ездит, либо вы. Значит так, смотрите, за последнюю неделю откройте мне, пожалуйста, память сидений. Я хочу посмотреть, что на них происходило в эти дни. Вы что, здесь нет такой функции. Так, знаете что, мой муж мне, кажется, изменяет в нашей машине, и я хочу удостовериться. Вы сказали, что с памятью. Откройте мне. Здрасте. Здрасте, девушка. Вы опоздали на ремонт машины, девушка. А вы утолстели. Чего? Вот так. Ну, рассказывайте, что с вашей машиной, что там. Слушайте, если я буду вам объяснять, что с моей машиной, у вас голова лопнет. А я не хочу, чтобы меня забрызгало вашими мозгами. Вы мастера, вы и разбирайтесь. Викторович. Да. Ты знаешь, если честно, я доволен прям, как ты работаешь. Надо тебе прибавить, Викторович. Ну, спасибо. Зарплату? Работу, Викторович. Работу. Зарплату. А что вы делаете? Тормозные диски протачиваем. Так. Отойдите, вам нельзя это знать. Так я же новые просила поставить. Так мы новые ставим. Это специальная установка для проверки ваших новых тормозных дисков. А-а-а. Да. Ладно, если так, проверяйте. Хорошо, проверяйте, чтобы все нормально было. Хорошо. Ой, какие же вы тут все. Вы вообще нормально с нами можете разговаривать, а? Ответ, к сожалению, не да. Понятно. Викторович, закрути это. Простите, а это вы директор? Да, я директор. Слушайте, я вот наблюдаю за вашей работой. Все так слаженно работают. Каждый свою задачу знает. Везде какой-то кипиш. Вот как вам удается так руководить, что никто не филонит? Вы футбол смотрите? Ну, иногда бывает. Видели там, футбольный арбитр показывает игроку красную карточку, если он накосячил, и удаляет его с поля? Видела, конечно. У меня есть своя красная карточка. Ой. Поэтому все так слаженно работают, да? Доходчиво, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас стоит сделать МРТ машине? МРТ машине? Да. Мне сказали, что у меня с мозгами что-то. Надо же понять, что там. МРТ мы не делаем. Я могу вам предложить эндоскопию. Эндоскопию? Да. Мозгов? Да, да. А дорого? Бесплатно. А, давайте. У нас просто акции. Василь, принимай машину. Ой, не знаю, не нравится мне, что вы сделали с моей машиной. Дурдом какой-то у вас. Кстати, да-да, а что это у вас на руках? Что? Раздражение на коже. Раздражение? Да, так бывает. А, ну тогда все понятно с вами. Что понятно? Вы даже кожу свою раздражаете, вы понимаете? Не говоря уже о нас о всех. Ну и что мы тут стоим? Смотрим задумчиво под капот. Что вы там ищете? Нефть? А подскажите, пожалуйста, какой у вас пароль от Wi-Fi? От одного до девяти. Пять? От одного до девяти. Ну я что, в угадайку с вами играю? Четыре? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девушка. А, ну вы так и скажите сразу. Девушка, вот скажите, пожалуйста, вот у меня складывается такое впечатление, что мы здесь все такие, знаете ли, сексуальные, так? Вообще-то нет. Так а какого вы тогда приезжаете и трахаете нам мозги здесь, а? Так это самая эрогенная зона. Надо менять масло в коробке передач. Так мы же с вами на той неделе меняли масло. Ну правильно, мы меняли масло в двигателе. А это разные масла. В двигатель идет одно масло, а в коробку идет совсем другое масло. И в раздатке совсем абсолютно другое масло. Они разные по вязкости, по производителю. Понимаете? Это не машина, а фритюрница какая-то. Значит так, друзья. На следующей якобы нерабочей неделе мы с вами все работаем. Подожди, Васильич, а если придет трудовая инспекция? Не придет трудовая инспекция, не придет. Почему? Потому что у него нерабочая неделя. Ну то что, скажи мне, пожалуйста, когда мы начнем делать вещи от отечественный автопром, мы будем когда-нибудь ремонтировать? А вот этот Bentley, вот эти вот X7, вот эти вот X7, ну честно, давай уже возьмемся за наши автомобили, а? Никогда, Васильич. Нет? Почему? Тебе будет проще меня уволить. Все хорошо, понял. Макс, осень такая холодная в этом году, я так мерзну, никто меня не греет. Я бы тебе предложил вариант, но, боюсь, ты не согласишься. Ну, ты предложи, вдруг я заинтересуюсь. Слушай, у нас там в детейлинге есть вот такой масляный радиатор. Он ржавый, старый, но греет зашибись. Радиатор? Радиатор. Масло. Да что ж так долго? Не надо, пожалуйста, на нас орать, девушка. У нас, знаете ли, со слухом здесь у всех очень хорошо, а с нервами, вы знаете ли, очень плохо. Капот дернете, пожалуйста, капот дернете. А вы что, не можете дернуть? Ну, вам уже удобнее, дернете капот. Ну, ладно, если мне удобнее, давайте я. Что-то не дергается. Может, вы? Так, послушайте, давайте побыстрее как-то ремонтируйте машину, а то я опоздаю на самолет. На самолет? На самолет. А я думал, вы на метле летаете. Ну что, почему машина ревет, выяснили? Выяснили. Что с ним? Здесь надо варить глушитель. Варить глушитель? Вот это? Да, ну, только чуть дальше. А как я такую грязь на кухню-то понесу? У меня и кастрюли такой нет. А как он вареный потом будет стоять? Викторович. А просто приделать там, что отвалилось, не можете? А пускай, Викторович. Значит так, Алексей, назначаю тебя у нас в автосервисе корпоративным духом, Макс. Значит, я это буду поддерживать позитивную атмосферу? Нет, Алексей, ты будешь бегать у нас за бухлом в магазин. Девушка, девушка, вы же врач. Врач, терапевт. Тем более. Вот объясните мне, пожалуйста, как человеку, который в этом ничего не понимает. Так, спрашивайте. Вот якобы куриный суп помогает от болезни. Ну, при простуде помогает. При простуде, да, помогает при простуде. Да. Так? Все правильно. Почему? Ну, потому что в курице много антибиотиков. Я знал, что вот что-то, да не так. Ну вот масло. О, спасибо. Пожалуйста, а зачем вам? Ну, у меня лампочка загорелась, что надо масло залить. Сейчас зальем. Да вот так давайте я залью вам. Да я залью, само о чем вы переживаете? Подойду, куда вы собирались лить его? Как куда? В пак? Вы вообще в своем уме? Ну, это же масло, куда его заливать? Давайте зальем. Спасибо. Пожалуйста. То есть вот это по-вашему свечи, да, которые вы мне поменяли, я за это должна сейчас заплатить. Да, это свечи зажигания. Вы что, меня за дуру держите? Какие же это свечи? А что это по-вашему? Я не знаю, что это, но если это по-вашему свечи зажигания, ну-ка зажгите. Что вы меня разводите? Поставьте мне нормальные свечи. Я за что деньги плачу? Да. Так где наша пицца, алло? Что значит задерживается? Мы, слушайте, мы, если бы улиток заказали, они бы уже давно доползли бы сюда. Раньше, чем ваша пицца. Да, быстрее давай. А, я поняла. То есть, получается, в передние колодки надо менять каждые 20 тысяч километров, да? А задние в два раза реже. Слушай, Викторович, прям впитывает как губка. Да и выглядит так же. Э, Антоша! Я не понял, а ты куда собрался? Домой, Васильич. А что это ты домой собрал? У тебя машина стоит. У меня на эту машину уже мат закончился. Я тебе сейчас своего мата всыплю. Ты знаешь, сколько у меня мата есть? Целый мешок на тебя. Антох, ну что ты тут ходишь с этими коробочками, блин? Васильич, нет желания вот работать. Даже переодеваться не хочу. Ну, не лежит у меня, понимаешь? Хорошо, а если я переведу тебя на удаленку? Как, а? Вот на удаленку у меня лежит. Тебе лишь бы полежать, блин! Антоха! Чего? Ты посмотри, что она делает. Вам болтом, что ли, жалко? У нас вот полный сервис этих болтов. Ведьма. Вот скажите, почему вы все молча делаете и даже не объясняете, что у меня с машиной? Я должна знать. Девушка, если мы вам будем все объяснять, что с вашей машиной, у вас просто голова лопнет. А мы не хотим, чтобы всех здесь забрызгало вашими мозгами. Куриными причем. Так, а ну стоять. Вы мне это масло будете заливать? Да, это масло. Дайте понюхать. Зачем? Фу, так оно воняет. И чем же оно воняет? Не знаю, химии какой-то воняет. Можете мне приятно, чтобы пахло какое-нибудь принести? Ну там клубничное. А, или в тот раз вы мне кондиционер заправили, фихуа. Есть у вас такое масло, фихуа? Есть. Сейчас мы вам все сделаем. Давай. Фихуа. Фихуа. Фихую сейчас с вами зальем. Спасибо. Да почему на вас кричать-то каждый раз приходится? Почему вы с первого раза не можете нормально ничего сделать? Господи, какой же у вас характер, а? Ну прям не сахар, честное слово. Не сахар? Все правильно, не сахар. У меня диабет, и сахар мне нельзя. Понятно. Васильич, а ты что без выходных работаешь? Работу, Викторович, пропускать нельзя. А то вы можете подумать здесь, что без меня вам хорошо. Ну спасибо. Ну и что, Викторович? Васильич, слушай, вот смотришь на тебя, и вот по твоему виду ощущение такое, что я должен у тебя купить свою зарплату. Вот так и есть. Ну спасибо. Пожалуйста. Так, значит, тут у вас секретная гайка, нужен ключ. Где, в багажнике ключ? В общем, в багажнике, вот в руках у меня. Ключ от колеса. Ключ от колеса? Вы что, его заводить будете? До свидания. Чего? О, Ирина, здравствуйте. Давненько меня у вас не было, давненько не было. Так, ну что у нас тут? Лобстеры, как всегда, заветренные, Ирина. Да, ничего странного. Я не понимаю, честно. Вот вы извините меня, конечно, но я не понимаю, что вас не устраивает в нашей работе. А ну посмотрите туда. В смысле? Повернитесь вот туда, посмотрите. И что? Что-что, мозгов у вас нет, через уши его насквозь все видно. Не понимает он. Здравствуйте. Здравствуйте. Тормозная жидкость есть? Нету. Так, тасол антифриз? Нету. Ну не замерзайка хоть есть? Нету. Блин. Ну что-нибудь из слабого алкоголя есть хотя бы что-нибудь? А красно-белое закрылся? Да, я ж поэтому к вам и зашел. Ну вот, совсем другое дело. Видите, как все хорошо. А сделали бы так сразу и орать бы на вас не пришлось. Какой вам подарок сделать за вашу работу? Девушка, для нас самый лучший подарок. Если вы больше к нам вообще никогда не приедете. Пожалуйста. Так, директор. Директор, директор. Срочно пойдемте туда. Там у вас мышь. Живая мышь. И что, что мышь? Ну как, что, мыши переносят, заразу. Не переживайте. Вас она точно не унесет. Так, пока занимаемся вашим автомобилем. Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. Там комната клиента. Чай, кофе. Я вас позову, как будет готово. Хорошо. А у вас там есть соленые огурцы? Соленые огурцы? Да, я хочу соленых огурцов. Вы беременны, наверное. Да тихон вам на язык. Я всегда предохраняюсь электрошокером. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Сейчас мастер закончит с этим автомобилем. И займется вашим. Минут пять подождите, пожалуйста. Хорошо? Блин, а у вас есть какой-нибудь мастер посимпатичнее? А чем вас этот мастер не устраивает? Ну я думала, сейчас такой мужчина тут будет. Девушка, вы знаете, мужчина должен быть чуть-чуть красивее, чем его зимняя куртка. Понятно? Сейчас загоняйте давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите меня на ремонт? Мы вас вообще-то вчера ждали, девушка. Ой, вы простите, у меня вчера не получилось. У меня было отравление пищевое. Язык, наверное, проглотили, да? Так, а это хорошее масло вы мне залили? Девушка, это отличное масло. У вас с этим маслом будет такой уровень защиты и уверенности, что вы можете вообще даже ни за что не переживать. Звучит как реклама тампонов. Всем доброе утро. Викторич, вы как старший, здравствуйте. Здравствуйте. Русланчик. Добрый утро. Что у тебя за коробочка? А эта коробочка специально для тебя. Подарок, так сказать. Давай. Да. Ну, необычный подарок, Антошенька. Подарочек с намеком. Как думаешь, что это? Рукожопа. Рукожопа! Поздравляю тебя, Антошенька! Чтобы он у тебя на столе всегда был. Чтобы клиенты видели, какой ты у нас рукожоп. Васильич, ты меня на обед отпустишь сегодня, да? Ты пока двигатель делать не закончишь, никаких обедов, Антошенька. Я туда ключи начну жрать. Жри ключи, жри. Ты что, дурак, Антоха? Ты что, реально ключи? Да почему вы нормально не можете сделать то, о чем вас просят? Я вам деньги плачу, желание клиента, закон для вас. Викторович, вызови мне, пожалуйста, адвоката, Викторович. Ну, ты что, убил кого-то? Нет, пока не убил, Викторович. Ну, сейчас точно я кого-то, наверное, зажибу. Васильич, это нам подарок. Слушай, Антоша, если это меньше 40 градусов, мне даже не интересно. Рид, да красна. Огненная вода. А, еще знаете что? Можете мне убрать жвачку с сидения? А то прилипла и никак не могу отлепить. Ну, жуйте новую жвачку. Зачем она стала жвачкой? Ну, жду. Русские субтитры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...